В Ненецком округе подходит к завершению убойная кампания. На сегодняшний день более 80% плана по заготовке мяса выполнено. Убой завершен в 9 оленеводческих хозяйствах. Еще в 7 оленеводческих хозяйствах региона продолжается заготовка оленины. Это сельхозкооперативы «Дружба народов», «Рассвет севера», «Индига», «Канин», два крестьянско-фермерских хозяйства и Ненецкая агропромышленная кампания. В СПК «Восход» и двух семейно-родовых общинах поселка Нельминос планируют приступить к убою в ближайшее время. Всего на убой направлено порядка 34 тысяч голов и заготовлено более тысячи тонн мяса. Как правило, убой оленей в Ненецком округе завершается в феврале. После хозяйства начинают подготовку к предстоящему отелу, который в тундре традиционно проходит весенние месяцы. В Наринмарском АТП ожидают пополнения автопарка. Предприятие объявило электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде двух пассажирских автобусов. Согласно техническому заданию, низкопольные автобусы должны быть оснащены откидным механическим пандусом. Пассажировместимость не менее 107 человек. Год выпуска – 2021. Цвет – белый. Покупка обусловлена тем, что требуется замена эксплуатируемого с 2006 года транспорта. Несмотря на то, что старые автобусы находятся в удовлетворительном состоянии, они уступают новым моделям по комфорту и удобству для пассажиров. В частности, плохо приспособлены для перевозок маломобильных групп. Кроме того, новая техника – это экономия на запасных частях и ремонтах, и, конечно, безопасность перевозок. Добавлю, за два года в ВТП закупили шесть новых машин – четыре большого класса и два среднего. Всего в эксплуатации у предприятия находится 34 автобуса. Стартовал прием документов на сдачу ЕГЭ в 2021 году. Выпускники школ и другие желающие сдать единый государственный экзамен могут подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля. Одиннадцатиклассники будут сдавать экзамен в своих школах. Выпускники прошлых лет и учащиеся среднепрофессиональных образовательных учреждений в Нинецком региональном центре развития образования. Теперь, что касается нововведений. Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы вместо ЕГЭ, будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. Остальным достаточно будет получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. Это позволит им получить аттестат. Также в этом году из-за пандемии отменили необходимость сдачи ЕГЭ базового уровня по математике. Кроме того, поступающие в вуз могут выбрать любое количество предметов для сдачи. Высшеучебные заведения засчитывают их результаты как вступительные экзамены. Выпускники, которые нуждаются в особых условиях организации экзамена, при подаче заявления также должны предъявить копию рекомендаций от психолога медико-педагогической комиссии. Люди с ограниченными возможностями предоставляют справку об инвалидности или ее заверенную копию. В 2021 году сроки сдачи единого государственного экзамена предварительно назначены с 31 мая по 2 июля. Дополнительный этап ориентировочно пройдет в середине июля. Досрочной сдачи ЕГЭ в этом году не будет. Если участник заболел или у него есть другие уважительные причины, которые подтверждают документально, он может изменить выбранные сроки сдачи экзамена. В регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 уже сделали порядка 300 человек. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на профильный департамент. 218 из них прошли первый этап. Еще 126 человек закончили вакцинацию. Напомню, гам-ковид-вак – двухкомпонентная вакцинация. Ее вводят в два этапа. Вначале прививают компонентом 1, затем через 21 день – компонентом 2. Для первичной вакцинации требуется предварительная запись. На повторную вакцинацию запись осуществляется автоматически при осуществлении первой вакцинации. Итак, жители Наринмара могут сделать прививку во взрослой городской поликлинике. Запись осуществляется по телефону, который вы видите на своих экранах. Также записаться на вакцинацию можно по телефону региональной горячей линии по COVID-19-122. Жители поселка Искателей и других населенных пунктов Заполярного района могут вакцинироваться в центральной районной поликлинике. Записаться нужно по телефону 8911-682-6363. Сделать прививку можно по предварительной записи во взрослой поликлинике Неницкой окружной больницы и в центральной поликлинике Заполярного района. В Неницком округе стартовала кампания по доставке школьников из труднодоступных поселений к месту учебы. Первыми в столицу прилетели школьники из поселка Бугрино и Харивер. Первый рейс состоялся 10 января. Рейсы в Нижнюю Пешу, Омус, Напо, Вижас, Несь, Чижу, Шойну, Кию, Каратайку, Варнек, Амдерму и другие труднодоступные населенные пункты региона будут спланированы, исходя из погодных условий. Компания по перевозке школьников, обучающихся в Наринмаре, на время каникул домой стартовала в регионе 21 декабря. К месту проживания были доставлены порядка 187 детей. Это учащиеся, чьи родители ведут традиционный кочевой образ жизни, а также дети из сельских поселений, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова